Здравствуйте, с вами СВД и сегодня будет такой вот по World of Plains. Я буду вам рассказывать про самый известный танк Второй Мировой Войны. И даже докатаетесь о каком. Кто не знает о нём, тот просто не Русь или нацист какой-то, или бездушная тварь. Но это, этот самолёт называется вот так. Это Ил-2. Самолёт Второй Мировой Войны. Это самолёт Победы, это самолёт Герой. Самолёт прошёл всю войну. Ну, он начал производство от 1942-го, что ли. И там вот начался так примерно воевать. Вообще, самолёт был изобретён именно двухместным Ил-2. Ну, вскоре отказались от второго стрелка. Как бы думали, что всего хватит бронирования и всего вооружения, как бы. Ну, в первом бою куча Ил-2 просто потерпели неудачу. И пришлось всё-таки вернуть им стрелка. Стрелок был вернут, но не в Ил-2. В Д двухместный. Ну, Д это сразу же ясно, что он двухместный. Тот же самый комплектация, всё то же самое. Так, сейчас мы говорим об Ил-2 просто. Так, об нём поговорим. Бронирование у него самое лучшее на уровне и даже выше. Прочность тоже высокая. И на высшей даже уровне. Огневая мощь тоже высокая. Даже с ним, например, не может сравниться тот же шестой уровень. П-51. Вот, посмотрите, огневая мощь 232. Потом. Скорость у него... Не смотрите на эти цифры. Цифры вообще тут что-то неправильно, что ли, написали. Ну, скорость у него 400. Довольно приличный результат. 409. Ну, это максимальный. Ну, 300-400 он разгоняется. Вот 300 основной, это его... Основная его скорость. Там 350-390. Примерно такая манёвренность у него хуже. Это просто ужас. Он не манёвренный. Ну, это ясно. Потому что он таскает при себе кучу ракет и бомб. И хорошее орудие. Так, теперь поговорим про его орудие. В нём стоит две 37-миллинетровые пушки. С уроном в секунду 188. В лобовой атаке вы можете вывесить любого. А там от седьмого уровня там до своего и ниже. И ещё добавочные пушки. Даже не знаю, для чего их поставили. Видать, просто для виду или для смущения. Это два пушки 7-миллинетровых урон в секунду 25. Это просто маленькие пушки седьмого уровня. На нём также стоят 4 бомбы с уроном 300-100 килограмм. И 8 ракет с уроном 900. Так. Вот его внешний вид. Его клипуха горбатый. Вот так он выглядит. Посмотрите. В нём один экипаж. Один человек в экипаже. Как на нём действовать? В основном на нём летает по низу. Потому что у штурмовиков есть такая, типа, возможность, когда они летают на очень низких высотах. У них маскировка в два раза выше, чем у обычного. Как, чем обычно. То есть, вас трудно будет заметить. Вы будете лететь и, ну, ничего не бояться, считай. Он очень хорошо уничтожает наземные цели без всяких ракет и бомб. Просто вот плюнул своим шквалом. Он уничтожает всё наземное, что видит. Так. Перейдём к бою. Национальный парк меня кинуло на третье место к своему уровню. Значит, я тут ничего не должен бояться. Разве что там таких-нибудь встреч. Так. Теперь перейдём к самому бою. Вот бой. Всё. Как тут в основном действовать на штурмовиках? Просто летите вот таким образом. Летите вот отсюда. Вот уничтожаете всю наземку. Вот тут бомбой. Потом тут пулемётом. Ну, тут вот это в основном. Пролетаете сюда, бомбу кидаете. Подлетаете на базу, скидываете всё, что у вас есть. И всё там уничтожаете. Всё. Так. Для эффекта я включу музычку. Спокойную. Кто-то снова в дверь стучит. Кто-то курит. Курит и молчит. Я открою дверь тихонько. Выводи. Заберу тебя с собой. И ты станешь вновь живой. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Вот, собственно, и всё. В этом бою заключался штурм И уничтожен один самлёт с помощью меня. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Пока. Продолжение следует...